всем доброе утро я иду на работу это уже наверное не новая фраза у меня сегодня не очень удачная запись утром и вечером поэтому не знаю или я поеду домой потусуюсь дома что-нибудь поделаю и если день хороший то я посижу может быть кто-то из мастеров не перебросит клиентов смотрите как красиво сзади такая летняя тень сейчас на самом деле плюс 17 с утра я иду в платье опять мой любимый рука в три четверти но сейчас немножко прохладно зато потом будет хорошо вчера была на офигенном просто обучение у татьяны пономаревой по микроблейдингу я отрабатывала практику как бы нам не перестраивала руку по-своему потому что так как по ее мне нравится больше я вчера взяла работу в каворкинге точнее я не отказала клиентам после обучения и пошла работать вот недалеко от дома в каворкинг очень классная вещь я сейчас вставлю видео может поищу фотку пришла поработать вечерком в каворкинг недалеко от дома прекрасная идея на самом деле сдавать по часам при сдавать по часам в аренду места очень удобно пошел ночью себе поработал короче я вчера очень устала я проснулась утром перед курсом этим приготовила перцы фаршированные собралась в общем практику тоже я отрабатывала сложно было потому что мне кажется даже новеньким девочкам было проще потому что переучиваться всегда сложнее я допустим когда делала микроблейдинги всегда его делала одну брось с одной стороны другую брось с другой стороны а татьяна учит делать все с одной стороны то есть ты сидишь не двигаешься на стуле и вообще мне было не с руки я не могла сделать натяжение кожи правильное я как бы понимаю как оно должно быть я чувствую что все не то туплю смеюсь она тоже смеется в итоге я потратила четыре часа на выполнение микроблейдинга я почему-то начала я очень долго очерчивала форму мне все не нравилось не знаю видимо немножко нервная была вчера но в итоге остались все довольны и я поскольку побежала делать клиентов работать я не успела пофоткать нормальная модель вообще я хочу сказать что если вы задумывались о том где в питере не только в питере в москве короче много где других городах вы хотели бы поучиться на бровиста вот просто идите в лошенбрау без вопросов то есть там дают прекрасную архитектуру там дают то к чему я пришла сама методами пробы и ошибок спустя годы они даже типа я придумала какую-то фишку типа вот я буду делать так вот так нужно делать правильно типа это моя фишка потом оказывается что-то ходит в базовый курс вот поэтому надо идти туда короче я такое тут химичу решила сделать вкусный обед придумала короче хочу запеканку но я картошку сделаю типа тертую но мне лень ее тереть поэтому я попытаюсь мелко в миксере перемолотить буду делать запеканку здесь у меня лук и еще будет фарш я его отдельно пожарю все это слоями буду укладывать и заливать яйцами и сметанкой или майонезом такое что-то короче вот что у меня получилось это такая мелкая картошечка на блендере миксере перемолотая и уже отжала и добавила соль чтобы стекала быстрее стекал быстрее сок не знаю насколько это правильно ну вот он еще потек здесь у меня куриный фарш с луком сейчас его чуть-чуть поджарю отдельно и буду укладывать я его хочу пожарить потому что я боюсь что он пустит сильно много воды и запеканка не запечется будет такая каша вареная вот это вот все не люблю такое у меня тут просто химийный кур и мотреные яйца выложила плотненько картошки слой сейчас буду сюда вываливать фарш сейчас сделаю нормально одной рукой не получаю ну вот сейчас его уложу фарша грамм 300 килограмм стоил двести семьдесят наверное рублей куриного фарша я взяла на 100 рублей вот сколько здесь грамм так сейчас дальше пойдет опять картошка ну вот как то так в идеале конечно картошку сыром смешать и в соус добавить сыр но меня сыра нет может потом сгоняю куплю и доложу уже потом сейчас как-нибудь все распределю мастер кулинар ну наверняка будет вкусно это какие-то как огромный драник с фаршем духовку и естественно забыла поставить греться вот блин ну в общем нечто такое я тут делаю ревизию ванной выкидываю закончившиеся продукты и мою ванночки потому что они пылятся и подумала может быть заодно вам показать чем я пользуюсь что у меня есть в общем этот шампунь шисейда я использую по случаю я его знаю уже очень много лет обладает приятным ненавязчивым запахом и самое интересное это его разглаживающая способность он делает волосы настолько шелковистыми и как будто бы они уже немножечко под выпрямлены утюжком но один минус если у вас волосы не густые точнее если они вот как у меня они не крашеные и висят без объема и даже с феном вы не сможете уложить даже утюжком даже плойкой когда я накручиваю кудри на этот шампунь они развиваются просто в состоянии легкой легкой волны сразу же то есть они даже не накручиваются не как пластиковые такие но иногда очень хочется вот именно этого эффекта и прекрасный уход за волосами можно использовать без бальзама у кого пушистые волосы жесткие я прям очень рекомендую сильно дальше у меня бальзам капус я заказываю капус у нас в салоне вот этот беленький он очень легкий с ним волосы абсолютно не утяжеляются вот просто не на грамм мне кажется с ним даже более прокондиционированные волосы чем без него вот эту вещь я очень рекомендую помпы покупаются отдельно дальше у меня стоит такой понтин на полке я покупала его в египте если честно мне кажется что арабские арабская косметика для волос она более насыщена такими разглаживающими компонентами очень серьезная там такая концентрация поэтому очень хорошо мазать этой штукой кончики это такой что-то типа крем у меня муж им тоже пользуется очень очень гладкий такой крем точнее который придает гладкость волосам дальше я купила вот такой шампунь green мама мне он на самом деле очень нравится хотя с ним такая же история как с шоссейдой он разглаживает и плохо в общем корень волос очень тяжело поднять но на самом деле я удивилась он стоил в районе 200 рублей у него не очень удобная упаковка такая дешевенькая но как по мне очень приятная вещь если честно от него волосы не жирные то есть довольно долго сохраняется свежесть у меня кожа головы очень жирная не очень жирная жирная и этот шампунь прекрасно справляется дальше ничего интересного гель для душа марселье очень вкусно пахнет здесь у меня скраб вот это у меня не на основной не на основной полке стоит потому что мне этот скраб вообще не понравился мне нравится green мама но после этого остается жирная пленка самое неприятное это его запах может быть он уже был какой-то просроченный но запах узнаете просроченной косметики такого прогорклого масла и это не очень приятно стоил он по акции в районе 250 рублей наверное так наверное все 300 я уже точно не помню но вот эту штуку я иногда на ноги использую дальше моя любимая умывалка это скраб и гель очень быстро моментально приводит кожу в порядок и закрывает порой не только на моей коже я проверяла на родственниках поры реально сужаются очень быстро и это мой основной сейчас шампунь капус вот именно этот мне не нравится я его тоже заказала в салоне для объема да он помогает укладывать волосы но очень быстро волосы становятся жирными не знаю почему может быть там какое-то вещество типа салициловой кислоты на которую именно моя кожа головы реагирует не очень хорошо так что именно этот я больше покупать не хочу другие шампуни капус попробую еще их такое великое множество и я могу заказать себе очень много всего ну здесь ничего интересного здесь тоник умывалка и зубная паста если мы уж начали про уход говорить сейчас у меня вот такая мицеллярная вода очень приятная упаковка и очень быстро очищает глаза реально и не особенно пекучая у меня была до этого из аптеки не помню какая вот она была вообще неприятная по сравнению с этим не короче я не вею первый раз пробую мне очень нравится вот такие дела у меня ребята ждите следующего видео подписывайтесь на канал не забывайте нажимать колокольчик потому что нажимая на колокольчик вы не пропускаете новые видео